Раньше это было фантазией. Города, гудящие от летающих автомобилей, люди, мчащиеся по небу, как герои комиксов. Но эта фантазия стремительно становится реальностью. Прямо сейчас строятся, тестируются и в некоторых случаях уже взлетают 15 настоящих летающих машин. Не через 10 лет не в какой-то научно-фантастической лаборатории, а прямо сейчас. По всему миру изобретатели, технологические миллиардеры и даже инженеры-любители бросают вызов всему, что мы знали о транспорте. Мы не говорим о самолетах или вертолетах. Речь идет о персональных летательных аппаратах, летающих мотоциклах, воздушных такси, реактивных ранцах и гибридных машинах, размывающих границу между дроном и автомобилем. И некоторые из них выглядят так, будто их украли со съемочной площадки Marvel. Вы вот-вот увидите машины, которые могут взлетать прямо с подъездной дорожки, приземляться на крышу и, возможно, заменить ваш автомобиль раньше, чем вы думаете. Небо больше не предел. Это новая автомагистраль. И первый взгляд на это будущее – это аппарат на двух колесах, который умеет летать. Далее мы познакомимся с мотоциклом, который может зависать на высоте трех метров над землей, и да, он действительно работает. Недавно Япония поразила весь мир, представив настоящий летающий мотоцикл. Он называется X-Turismo и выглядит так, будто на нем ездит Бэтмен. Разработанный компанией под названием Airwinds Technologies, этот монстр работает на гибридной системе тяги и использует шесть роторов, чтобы поднять райдера в воздух. Он может зависать и двигаться со скоростью более 60 миль в час, оставаясь в воздухе до 40 минут. Машина весит около 800 фунтов, и разработчики утверждают, что она уже была продана ограниченным тиражом. На самом деле, один из первых публичных испытательных полетов состоялся в Токио на глазах у ошеломленных журналистов. Никакого зеленого экрана, никаких тросов, никакой компьютерной графики. Настоящий человек едет на настоящем летающем мотоцикле прямо в центре города. Но вот в чем фишка. Это даже не самая шокирующая машина в списке, потому что дальше мы наденем реактивный ранец и взлетим над автомобильным потоком на шоссе. Звучит нелепо, пока не увидишь сам. Британская компания Gravity Industries создала рабочий реактивный ранец. Он крепится к телу с пятью двигателями и позволяет летать, как железный человек. Их главный тест-пилот, основатель компании, уже летал на нем над водой, горами и даже над автомобильным потоком на шоссе. Костюм использует крошечные реактивные турбины на руках и спине, обеспечивающие тягу для подъема человека в воздух и удержания до 10 минут. Он громкий, быстрый и абсолютно реальный. Военные проявили к нему интерес. Спасательные службы тестируют его для проведения спасательных операций в труднодоступных местах. Вид человека, поднимающегося в воздух без крыльев, винтов и взлетной полосы, просто не укладывается в голове, но именно так будущее стучится к нам. А когда кажется, что удивляться уже нечему, подождите, пока не увидите гараж, где все машины умеют летать. Это выглядит так, будто вы попали в научно-фантастический бункер миллиардера. Целый гараж, заполненный транспортом, который не просто ездит, а взлетает. Добро пожаловать на испытательный полигон PAL-V нидерландской компании, которая создала управляемый гирокоптер. Да, вы не ослышались, это автомобиль с винтами на крыше. PAL-V Liberty уже прошел несколько дорожных и летных испытаний, и его разрешено использовать на дорогах в некоторых странах. Он может ездить как обычная машина, а когда добирается до открытого поля или небольшой взлетной полосы, раскрывает винты и взлетает. В воздухе он развивает скорость более 100 миль в час. На земле он паркуется, как любой другой автомобиль. Какова цель? Сделать так, чтобы люди ездили на этих гибридных машинах в ближайшие несколько лет. И если вы думаете, что это только для богатой элиты, подумайте еще раз, потому что один техномиллиардер вкладывает сотни миллионов в нечто еще более безумное. Встречайте Ларри Пейджа. Да, сооснователя Google. Более 10 лет он тайно финансирует стартапы летающих автомобилей, оставаясь в тени. Один из самых известных – Китти Хок. Этот ныне завершенный проект создал стильное одноместное летающее средство, напоминающее нечто среднее между дроном и серфбордом. И оно действительно летало. Над озерами, холмами и испытательными полигонами этот легкий электрический летательный аппарат поразил авиационных экспертов. Но на этом Ларри не остановился. Его деньги также поддержали другой проект под названием Opener Blackfly – странную капсулу с крыльями, которая может взлетать вертикально и пролетать более 20 миль на одной зарядке. Ему не нужна взлетно-посадочная полоса, и компания утверждает, что для его управления даже не требуется лицензия пилота. Одно ясно – миллиардеры делают ставку на то, что небо станет следующей границей для личного транспорта. Но что произойдет, когда эти игрушки перестанут быть игрушками и станут такси? Далее мы отправимся в города, где летающие такси уже начинают взлетать. В Дубае их уже тестируют. В Китае они уже летали с пассажирами, а Соединенные Штаты недалеко позади. Летающие такси, также называемые F-TOL – электрические аппараты вертикального взлета и посадки, больше не являются прототипами, стоящими на складах. Они уже летают в реальном мире. Одним из пионеров в этой области является китайская компания E-HANG, чей дрон H216 действительно летал над городами с настоящими людьми на борту. Это двухместный полностью электрический аппарат, управляемый бортовым компьютером, то есть без пилота. Пассажир просто выбирает пункт назначения, и дрон взлетает, прокладывает маршрут по небу и приземляется вертикально. Такие города, как Париж и Сеул, уже строят инфраструктуру для сервисов такси-дронов, надеясь сократить наземные пробки и загрязнение воздуха. Но пока эти стильные летающие такси нацелены на массового пользователя, у военных в воздухе есть нечто гораздо более агрессивное – ховербайки, которые могут приземляться прямо на поле боя. Когда армия США интересуется летающим мотоциклом, становится понятно, что все серьезно. Спидер от Jetpack Aviation – это рабочий ховербайк, созданный для военных и спасательных операций. Представьте мотоцикл для бездорожья с реактивным двигателем, которому не нужны колеса. Спидер использует мощные турбины, чтобы поднимать пилота вертикально, перелетать препятствия и приземляться на пересеченной местности. В отличие от дронов или вертолетов, он достаточно компактен, чтобы перевозиться в грузовике, и достаточно быстр, чтобы мгновенно появляться и исчезать в горячих точках. Он может развивать скорость более 150 миль в час и подниматься на тысячи футов над землей. Ранние версии уже проходят испытания, и компания заявляет, что вскоре может появиться и гражданская версия. Но пока военные гонятся за производительностью, одна машина привлекает внимание по противоположной причине – она практически полностью бесшумна. Шум всегда был одной из главных проблем летающих аппаратов. Вертолеты, реактивные самолеты, даже дроны – все они оглушительно ревут в воздухе. Но Lilium Jet, элегантный летательный аппарат из Германии, меняет эту ситуацию. Это пятиместный электрический самолет, оснащенный 30 малыми вентиляторами с кольцевыми каналами, скрытыми внутри крыльев. Такая конструкция позволяет ему не только взлетать вертикально, как вертолет, но и летать горизонтально, как самолет, практически без шума. Lilium Jet разработан как высокососное воздушное такси, ориентированное на деловых путешественников и короткие городские маршруты. И да, он уже совершал полеты. Испытательные полеты показали, что он может развивать скорость более 180 миль в час и преодолевать почти 150 миль без подзарядки. И хотя он выглядит футуристично, следующая машина напоминает нечто из погони в научно-фантастическом фильме. Приготовьтесь познакомиться с полицейским транспортом, который не просто преследует преступников, а взмывает в воздух. Когда движение становится слишком плотным, что должен делать полицейский? В Дубае решением может стать летающий полицейский ховербайк. Разработанный компанией HoverSurf Scorpion 3 – это одноместный летающий мотоцикл, который действительно был протестирован полицией Дубая. Он использует четыре ротора, как у дрона, и поднимает полицейского в воздух. В городских испытаниях офицеры использовали его для имитации быстрого реагирования, добраться до крыш зданий или перелететь через автомагистрали. Хотя он еще не введен в эксплуатацию, сам факт того, что правоохранительные органы экспериментируют с летающими транспортными средствами, показывает, насколько быстро эта технология начинает восприниматься всерьез. И если это кажется вам невероятным, подождите, пока не увидите ховерборд, который действительно существует и летает. Это уже не просто голливудская фантазия. Французский изобретатель Франки Запата поразил весь мир, когда перелетел через Ла-Манш на настоящем ховерборде. Его устройство, Flyboard Air, это платформа с реактивным двигателем, которая позволяет человеку стоять и управлять полетом с удивительной точностью. Видео стало вирусным, но не заблуждайтесь, это был вовсе не трюк. Flyboard Air использует несколько небольших двигателей и топливный рюкзак, позволяя пилоту летать со скоростью почти 100 миль в час в течение нескольких минут. Это невероятно опасно, сложно в управлении и совершенно не предназначено для дорог общего пользования, но оно существует, работает и открывает дверь в новый вид персональных полетов, где пилот стоит, а не сидит. Итак, сколько бы вы заплатили за свой собственный воздушный автомобиль? Потому что дальше речь пойдет о машине, которая стоит дороже, чем большинство домов вместе взятых. Вы не ослышались. Существует летающий автомобиль, который стоит более 5 миллионов долларов. Он называется Asco A5, и его разрабатывает стартап из Калифорнии, который стремится превратить роскошные поездки на работу в воздушные приключения. Это не просто дрон с сидениями. Это полноразмерный электромобиль со складывающимися крыльями, колесами и роторами. Он может ехать по шоссе, а затем трансформироваться в самолет и взлетать с вертикальной площадки. А5 рассчитан на четырех пассажиров и рассчитан на дальность полета до 250 миль. Он также спроектирован с учетом безопасности, дублирующие двигатели, баллистический парашют и возможности аварийной посадки. Конечно, это не совсем доступно по цене, но это реально, и уже принимаются предварительные заказы. Следующее изобретение поразительно, потому что оно создано не для миллиардеров, а для людей с ограниченными возможностями. Представьте себе инвалидную коляску, которая может летать. Именно над этим работала команда инженеров и сторонников доступности в Израиле. Air Mobility 1 – это настоящий прототип, гибрид инвалидной коляски и дрона, созданный для людей, которые не могут ходить, но все равно хотят испытать свободу личного полета. Она оснащена роторами, джойстиком управления и интуитивной системой безопасности, обеспечивающей баланс устойчивости и подъемной силы. Проект еще на ранней стадии, но создатели уже запускали демонстрационные модели в помещениях и на испытательных площадках. Их цель проста – сделать небо доступным для всех, а не только для богатых или людей с ограниченными возможностями. Но идея утилитарных летающих транспортных средств не останавливается, потому что кто-то только что построил работающий летающий трактор. Да, это действительно произошло. В Словакии команда инженеров создала летающую машину, предназначенную для помощи в сельском хозяйстве. Официально это не называется трактором, но ведет себя как трактор. Aircar, созданный компанией KleinVision, совершил свой первый межгородской полет в 2021 году, затем снова превратился в автомобиль и уехал с взлетной полосы. Он создан не только для демонстрации. Создатели представляют будущее, где фермеры или владельцы сельских предприятий смогут перелетать через большие участки земли, перевозить грузы или проверять удаленные территории на одном транспортном средстве. Крылья аккуратно складываются, и устройство выглядит как нечто среднее между гоночным автомобилем и реактивным самолетом. Реально, сертифицировано. И это только начало, потому что к делу подключаются домашние изобретатели, создавая необычные рабочие прототипы. Вам не нужна лаборатория за миллиард долларов, чтобы построить летающую машину. По всему миру изобретатели и небольшие команды используют детали от дронов, 3D-принтеры, пробы и ошибки, чтобы подняться в воздух. Один из известных примеров – шведский Джетсон-1, персональный Ив Толл, который выглядит как дрон с защитной клеткой вокруг пилота. И да, он летает. Вы даже можете купить его. Созданный для коротких прогулочных полетов и полетов на малой высоте, Джетсон-1 весит менее 200 фунтов и рассчитан примерно на 20 минут полета. В некоторых странах для него не требуется лицензия, и он уже был доставлен избранной группе первых покупателей. А еще есть SkyDrive SD03 – крошечный одноместный летающий автомобиль, разрабатываемый в Японии. При поддержке Toyota эта машина совершила публичный полет в 2020 году и нацелена на коммерческое использование в ближайшем будущем. Эпоха полетов во дворе уже наступила. Так куда же все это движется? Это уже не мечты. Это прототипы, испытательные полеты, первые запуски, а в некоторых счастливых местах – реальный транспорт. Летающие автомобили, мотоциклы, реактивные ранцы, дроны и персональные воздушные транспортные средства стремительно переходят из области фантастики в будущее. В течение следующего десятилетия некоторые эксперты считают, что городская воздушная мобильность может заменить до 30% коротких автомобильных поездок по городу. Небо перепрокладывают заново. Законы переписываются. Города заново переосмысливают посадочные площадки на крышах и воздушные коридоры для дронов. То, что раньше казалось абсурдным, теперь кажется неизбежным. Мы живем на заре эпохи персональных полетов. По одной машине, по одному запуску, по одному захватывающему испытанию за раз. Так что в следующий раз, когда вы застрянете в пробке, посмотрите вверх, потому что будущее транспорта уже летает над вами. Представьте летающую машину, созданную для перевозки коробок, а теперь модифицированную, чтобы перевозить вас. Это сделала компания Elroy Air летательным аппаратом Chaparral. На первый взгляд, это похоже на грузовой дрон, но он большой. Более 20 футов в длину, с шестью вертикальными роторами и обтекаемым крылатым корпусом. Chaparral был создан для перевозки до 500 фунтов груза по воздуху. Но вот где интересное. Разработчики и первые испытатели начали рассматривать варианты модификации для перевозки пассажиров, потому что когда дрон может поднимать такой вес и пролетать более 100 миль на электрической и гибридной тяге, вместо груза можно установить пассажирское кресло. Службы экстренного реагирования следят за этим. В зонах бедствий такой гибридный летательный аппарат мог бы доставлять припасы или эвакуировать людей, даже если дороги перекрыты. А что насчет технологий в основе? Они уже работают, уже летают. Это не выглядит эффектно, это не гламурно, но это мощно, надежно и, что удивительно, уже почти готово к массовому использованию. Будущее летающих транспортных средств – это не только развлекательные полеты. Речь идет о спасении жизней, перевозке грузов и наполнении неба смыслом.